Вчера вечером, вернувшись с работы, мы обнаружили, что наша квартира полностью залита водой. Вода стояла по плинтусу, то есть все полностью, зал, спальня, коридор, кухня. И уже вода начала просачиваться в общий коридор, который находится в крыле. Мы просто были в ужасе. В связи с чем, ничего не было понятно. Ну, пришлось воду убирать, ковер плавал. Бедная кошка у меня сидела в углу, в воде кричала, все шторы порвала, пытаясь спастись. Получается, что у нас от высокого давления сорвало на кухне кран. И вода, я даже не знаю, сколько времени она текла, потому что 8-часовой рабочий день. Тут был полностью потоп. Кран сорвала под мойкой, соединительный кран. И оттуда вода залила посудомоечную машину. Теперь она непригодна, она даже не открывается. Весь полностью низ гарнитура кухонного. То есть все намокло здесь. Под линолеум, когда вскрыли, там была вода. Убирали все это, просто черпали, как говорится, что придется, кастрюлями, ковшами. Везде была вода. Просто какой-то ужас. Хоть резиновую лодку надувай и плавай по ней. В спальне, в спальне получается кровать, стоявшая на полу. В ней хранились вещи. Она вся сырая, вот остатки видно. Весь линолеум вздут, ламинат вздут. Пострадала мебель. Вот если посмотреть тумбочки, как стояли в воде, вот все вздулись. То есть вся мебель, весь низ мебели, все пострадало. Абсолютно все. Обувь я уже не говорю. Тут просто она плавала по квартире везде. Вот сейчас на данный момент сушим обувь, чтобы хотя бы в чем-то можно было пойти на улицу выйти. Управляющая компания, конечно, составила акт. Сваливают вину на концессии водоснабжения. В концессии водоснабжения свою вину тоже, насколько я знаю из источников интернета, не признают. Поэтому кто прав, кто виноват, я так думаю, придется разбираться через суд. И кто будет возмещать мне этот весь ущерб. А что в акте написано? Причиной является порыв крана подводки гибкого подключения в результате высокого давления в системе водоснабжения до 9,5 атмосферы. А положено? А положено 5. То есть в два раза? Даже гидроиспытания проводят при 8 атмосфер, но никак не 9,5. Вы представляете, какой порыв здесь просто рвануло, наверное, тут грохот стоял. Слесарь сегодня пришел и сказал, что по периметру нашей квартиры весь технический этаж протек. То есть вода еще туда протекала. Это сколько она лилась тут ручьем просто, пока не перекрыли весь микрорайон. У нас также хранилась бытовая техника. Сын делает ремонт тоже на хранение, вот нам оставил. Теперь вот не знаем, заказывать экспертизу придется, что с этой техникой. Пострадала она, не пострадала она. Ламинат, ну я... Получается, под ламинатом сейчас... Под ламинатом сейчас вода, я так понимаю. Но мы ждем страхового эксперта. Почему? Потому что квартира приобретена в ипотеку и частично приобретена с мебелью была. Поэтому мы будем ждать все-таки эксперта, который определит все-таки стоимость ущерба. А дальше уже будем определяться, кому мы будем предъявлять этот весь ущерб. Муж на пенсии, да. Поэтому я еще работаю, мне до пенсии еще годик остался. Поэтому, ну как-то, нас, конечно, финансы очень сильно поджимают. И такие затраты мы не готовы нести. Продолжение следует...